15 августа утренняя молитва Аллилуйя Слава Господу Богу Всемогущему Приветствую всех братья и сестры Кто подключается сейчас Кто подключается к этой утренней молитве Во имя Иисуса Христа Благословляю вас всех Слава Богу Сегодня 15 августа у нас На дворе Да, есть подключение Слава Богу Так И сегодня я буду читать из послания к римлянам С 15 главы Вот В этот утренний час В этот час утренней молитвы Слава тебе Господь Аллилуйя Спасибо тебе Боже за доброе утро Благословен ты Бог наш Благословен Господь Бог наш Возлюбивший мир И отдавший сына своего Аву Отче Чтобы всякий верующий в тебя Не погиб, но имел жизнь вечную Благодарю тебя Господь за доброе утро Милость твоя Обновилась Господь к нам Божиим Твоя святая милость Боже Слава тебе К роду человеческому Ко всему Обновилась Господь Слава тебе Благослови Божия Благослови Кто подключился Кто подключается Благослови Господь Сегодня Наше Ихлево проломление Причастие Евхаристию, благослови Господь, слава Тебе, Боже наш. Аллилуйя, благослови Господь, благослови. Да, и Людмила пишет, да, доброго светлого утра, радуйся солнцу, да, радуйся свету, звонкой зиме, янтарному лету, да, 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 точно, зло и обиду в душе, держи радуйся, чудо по имени жизни, слава Богу, Аллилуйя, радуемся чуду Божьему, да, такому, по имени жизни, слава Богу, слава Тебе, Господь, за жизнь, Аллилуйя, Аллилуйя. И вот читаю из, сейчас, из, значит, посланий к римлянам, Аллилуйя. Да, Христос едино-душно написано, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Вот так вот, сюда подвину, лучше возьму, вот так вот. Так. А все, что написано было прежде. Римлянам, 15 глава. Четвертый стих. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение, написано дальше, в пятом стихе, 15 глава. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божью, разумея то, что Иисус Христос сделался оружием, служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. Отриязычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и проставляйте его все народы». Исайя также говорит, «Будет корень Иесеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою». Да, аллилуйя. Спасибо Богу за все. Удивительный текст, конечно. Удивительные слова. И верующий человек действительно... Так, даже цитату здесь сделают, цитату тоже. Вот. «Он обогащается надеждою». Слушайте. Это обогащение наше. Вот настоящее богатство наше. Да, это так оно и есть. Настоящее вот это вот божественное процветание, божественное обогащение. Наше богатство. Вера, надежда и любовь. Аллилуйя. И вот здесь написано, чтобы обогатились надеждою. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, что действительно надежда наша, она нас обогащает. Надежда на тебя, Господь. Надежда на Слово Твое, Боже. И вера, и надежда, и любовь, это все обогащает нас чрезвычайно. Боже, спасибо тебе, Господь. И здесь в сегодняшнем этом тексте к римлянам написано, чтобы силой Духа Святаго, чтобы обогатились надеждою. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. Благослови нас верующих, Боже, обогащаться надеждою. Боже Всемогущий, чтобы надеяться действительно на тебя всегда, Бога живого и крепкого, Бога истинного. Благослови, Господь. Как сказано в пророчествах было, что все народы, все народы будут славить тебя, Господь Божий. Будут надеяться на тебя, Господь, уповать на тебя, Боже Всебогущий. Слава тебе. И мы уповаем. На кого нам еще уповать? На кого же нам еще уповать? А на кого же нам еще уповать? На кого же нам еще уповать? Как не на папочку родного. Ой-ой-ой, Господь, спаси, ой-ой-ой, помилуй. Ой-ой-ой, Господь, спаси, ой-ой-ой, помилуй. Хорошая, старая, добрая, такая мудрая песня. Еврейская песня. На кого уповать? Только. Авину, Малкейну, Шеба, Шамайм. Отец наш, который на небесах. Ава, отче. То есть папочка, папуленька, папенька. Татузь, в украинском можно перевести. Татузь, Ава. Отче, значит, отец. Авину, Авину, Ава. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Ты Бог наш. На кого еще уповать нам? Только на тебя, Боже. И благодарю тебя, что из Писания, как написано, Боже, мы уповаем на тебя, Господь, Боже. Аллилуйя. Вот здесь написано в четвертом стихе. Ну, вчера я читал, я, значит, немного в другом контексте. Сегодня этот стих читаю именно, чтобы написано в наставлении, да, написано, Писание. Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Надежда сохраняется именно таким образом. Вот, говорит, уже все. Уже надеяться человек не может, уже все, да. Вот, терпение лопнуло уже все. Но терпением и утешением из Писаний. Потому что наше терпение и утешение человеческое, оно, будем так говорить, имеет у каждого свои какие-то, ну, границы. Как бы, как вот шарик надувной, да, он, ну, дуешь, дуешь, он все больше и больше. И у какого-то шарика уже вот наступает, там уже все, предел, все, границы, все. Он дальше уже и рад бы еще и растянуться выше, как бы, как дирижабль хотя бы. Да не может. У него уже запас, уже прочности, уже все. У него уже запас, уже вот этой резины заканчивается. И вот так же вот и в жизни любого человека, значит, да, значит, есть какой-то запас определенный. Все, вот дальше уже лопается терпение, год уже там, и утешения нет уже, все уже. Вот, и заканчивается утешение человеческое, значит, там, значит, оно очень такое призрачное. Вот, да и терпение тоже. Вот, но терпение и утешение из Писаний, оно безразмерно. Терпение и утешение из Писаний, как написано, вот, чтобы сохраняют надежду. Удивительно, это сколько ни дует, оно растягивается, оно не лопается, не взрывается. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, вот такой пример, такой хочу привести, да, вот. И Бог терпения и утешения. Вот, дальше написано в начале пятого стиха. Бог, Он есть Бог терпения и утешения. Вот, и, конечно, много в этой жизни, много в этом мире людей терпеливых. Вот, да, значит, и много утешений всяких в этом мире, но, для человека. Но, есть Бог великий, который есть, Бог терпения и утешения. И вот надеждою обогащается человек верующий. Обогащается. Вот, действительно, настоящее богатство, да. Вот, слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Бог же, вот опять тринадцатый стих этого чтения сегодняшнего, пятнадцатой главы. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. Бог же надежды, представляете, там, мы читали терпение, да, значит, а здесь Он и надежды. Бог, Бог надежды. Да и исполнит вас всякой радости и мира в вере. В нашей вере мы нуждаемся в этом, этим исполнением всякой радости и мира. Спасибо тебе, Господь. Нашу веру, Боже, сегодня, Боже, умножь, укрепи. Исполни всякой радости и мира. Наполни, наполни всякой радости и мира в вере. Чтобы мы силою Духа Святаго Твоего, Боже, потому что без Тебя ничего не можем сделать. Чтобы силою Духа Святаго Твоего обогатились мы надеждою. Боже, спасибо тебе, Боже, всемогущий. Благословен ты, Царь наш. Еще раз, тринадцатый стих читаю. Сегодня чтение из пятнадцатой главы к римлянам. И вот тринадцатый стих особенно, вот я даже выделил его для, как бы как эпиграф, что ли, картинка для этой трансляции прямой сейчас. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благословен ты, Бог наш, благословен Господь, благословен Великий Отец наш, сущий на небесах. О, Иегово, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Боже всемогущий, дай нам обогатиться надеждою, Господь, Ты Бог надежды, и исполни всякой радости и мира нас в нашей вере, чтобы мы силой Духа Святаго обогатились надеждою Твоею. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. И сегодня благослови нас, хлебопреломление, в причастии в этом Евхаристии Божественной. Аллилуйя. Налейте себе немного соку, возьмите хлеба. Если нет сока, то просто налейте воды. И совершим причастие. Совершим Евхаристию. Хлебопреломление. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Боже всемогущий, благослови. Благослови, Боже всемогущий, благослови. Благослови, Господь. Пусть силою Духа Святаго совершится таинство, это чудо. И каждый из нас пусть обогатится надеждою. И вера, и надежда, и любовь. Все это важно. Действительно, все это для жизни человека. И благочестие очень важно. Любовь из них больше. Но все это важно. И вот сегодня молю Бога о надежде. Он Бог. Написано Бог надежды. Аллилуйя. И Он исполнит пусть сегодня нас всех. Нас всех. Всякой радости. Исполнит всякую свою радостью. И мира. Нашу веру Он исполнит. Радостью и миром. Аллилуйя. Дабы мы силою Духа Святаго обогатились надеждою. Которая как якорь на самом деле для нас. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо. О, Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь, Боже, все пребываешь И все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Господь, без Тебя мы на самом деле ничего не можем. Ты Бог веры и надежды и любви. Боже, благостави нас. Благостави нас своей верою, надеждою и любовью. Боже, исполни Духом Святым Господь И дай нам обогатиться Духом Святым Господь Обогатиться надеждою Слава Тебе, Господь Благостави, Господь, сегодня причастие И в Харистии мы рассуждаем о теле крови Иисуса Христа Рассуждаем о теле крови Иисуса Господа нашего Потому что кровью Его Святою, телом ломимым Его Открылись врата рая Для всех и вся Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Что кровью Твоею Святой я искуплен от суетной жизни Спасен, Боже, телом ломимым Машиаха Телом ломимым моего Спасителя, Господа Иисуса Христа Кровью честною Слава Тебе, Господь, Боже Всемогущий Благодарю Тебя, Господь За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твое За Голгофу, за кровь О Господь, я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю Благодарю, мой любимый Спаситель Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю Тебя, Иисус Благодарю, о Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю За все я благодарю За все я благодарю Благодарю тебя, Господь Святой За искупление, спасение, исцеление Обогащение, благословение Все Твое, Боже, через кровь Иисуса Христа И тело ломимое Агнца Твоего Благодарю тебя, Господь Боже, что ни золотом Или серебром, никакими богатствами Этого мира это было бы невозможно Просто-напросто Но кровью, величайшей Ценою Величайшим сокровищем Кровью во всей Вселенной Кровью Иисуса Христа Чистого и непорочного Агнца Я искуплен Я спасен Исцелен Обогащен Благоставлен Всеми благословениями небес Благодарю тебя, Господь Святой Благодарю тебя и славлю Боже Всемогущий И прошу тебя сейчас Благослови, Господь, наше хлебоприломление Причастие Евхаристию Божественную Благослови, Господь Таинство тела и крови Иисуса Христа Прямо сейчас Совершится И соверши, Господь, хлеб сей Честным телом Христа Твоего Аминь А то, что в чаше сей Честной кровью Христа Твоего Аминь Приложив это Духом Твоим Святым Соверши это Таинство, Господь Боже, в нас И через нас Аминь Спасибо тебе, Господь Спасибо Тело Христово Примите, братья и сестры Дамы и господа Во Христе Иисусе Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя 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 Аминь Спасибо, Господь Спасибо За тело и кровь Твои Спасибо За спасение Спасибо Спасибо Драгоценный мой Господь Благодарю Тебя, Господи Боже За причастие Святых Твоих тайн За Евхаристию Божественную За спасение Дар Вечной жизни За исцеление Спасибо, Господь Спасибо, спасибо За надежду Веру, надежду и любовь Спасибо Спасибо, что Духом Силой Духа Святаго Твоего Обогатились мы Надеждой Спасибо Спасибо, что Ты Исполняешь радостью И миром Нашу веру Веря 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 Спасибо Тебе, Господь Спасибо Аминь Благоставляю вас Братья, сестры Дорогие друзья Во Христе Иисусе Господе Нашем Благоставляю вас Благоставением Священническим Сегодняшний день Благоставляю ваши жизни Во имя Иисуса Христа Аллилуйя За новый день Аминь Николай пишет Благодарность Спасибо Аминь, аминь Благоставляю вас Благоставением Священническим Ваши дома Родных, ближних Во имя Иисуса Христа Успеха во всем вам Благоставения Благодати Божьей Да благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь, аминь Аллилуйя Бог же надежды Да исполнит вас Всякой радости И мира В вере Дабы вы силу Духа Святаго Обогатились надеждою Аминь Благоставляю всех вас Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам И напоминаю Что уже в это воскресенье Собор нашей Церкви Здесь в Киеве Будет проходить Вот Молимся И вы пожалуйста Молитесь тоже В своих святых молитвах Вспоминайте Собор здесь в Киеве Слава Богу Вот кто будет в Киеве То добро пожаловать Во имя Иисуса Христа Аминь Мир Всем Аллилуйя Аминь